Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и, наверное, как вы уже догадались по реквизиту, который у меня рядышком стоит, сегодня мы разговариваем про дуб в вине. Поговорим о том, какое воздействие он оказывает, поговорим про бочки, поговорим про щепу, немножечко затронем тему дозировки и, самое главное, мы коснемся темы ошибок, потому что руководства к действию много, а вот работы над ошибками, скажем так, мало, поэтому обо всем и в этом сегодняшнем ролике. Итак, начнем. Ну, то, что дуб влияет на вино, я думаю, что знает каждый. Он оказывает определенное воздействие, он привносит в вино определенные ароматические вещества. Ну, давайте, наверное, сначала поговорим именно о бочках. Бочки дубовые у нас не только придают вино определенную ароматику, но они еще имеют и второе свойство, а именно, древесина так или иначе пористая, хотя дуб имеет древесину довольно плотную, и когда у нас вино находится в дубовой бочке, там проходит микрооксидация, там идут медленные окислительные процессы, которые вино нужны в определенной степени и оказывают на него благотворное влияние. И, исходя как бы из вот этих параметров, вы можете услышать, что, например, кто-то использует только новые бочки. Значит, если мы используем только новую бочку, то понятно, что вино получает, ну, как бы два в одном, да, и ароматику, и оксидацию. Но некоторые бочки используют много-много-много кратно, хотя считается, что после четвертого раза уже ароматика из бочки вымывается. Но ароматика-то вымывается, а окислительные вот эти вот вещи, они остаются, и поэтому бочку используют. Конечно, после определенных, там, кратностей бочку, ее надо, там, разобрать, почистить, там может осаждаться винный камень, то есть, ну, ее, как бы, тоже надо обслуживать. У меня бочка маленькая, у меня бочка 10 литров всего лишь. Очень часто слышала такое мнение, что вот надо только 225 литров бочки. Но на самом деле не только. Есть огромные буты, там, и на 500 литров, и еще больше. Чем больше у нас будет объем бочки, тем вот эти процессы, которые там происходят, как процессы ароматизации за счет древесины дуба, так и процессы окисления, они будут происходить медленнее. И в некоторой литературе, например, можно встретить, что, ну, оптимально, как бы, чем меньше объем, тем лучше, тем, ну, как бы, быстрее все проходит. Ну, понятно, что в производстве никто ни десятки, ни двадцатки, ни тридцатки использовать не будет, потому что там совершенно другие объемы. В быту, в прошлом году я рассказывала вообще, нужна бочка или нет, какие здесь плюсы, минусы. Конечно, если бы у меня было специальное помещение, у меня бы и бочка была бы побольше. Но по некоторым причинам, да, пока у меня помещения нету, а в квартире, я думаю, что даже больше, чем двадцатка, но еще двадцатка куда ни шло, слишком тяжело обслуживать. Потому что, на самом деле, бочку перед первым использованием надо месяц готовить, ее надо вымачивать. По инструкции я не буду на этом останавливаться, просто для тех, кто, например, первый раз зашел на канал или первый раз смотрит продукт, чтобы вы немножечко понимали, о чем речь. То есть ее надо подготовить. Потом нам надо держать ее все время полной. Соответственно, у нас все время должен быть какой-то объем вина. То есть, во-первых, чтобы мы смогли ее заполнить. Во-вторых, чтобы мы могли долить. Если мы делаем, например, 15-20 литров в год, то даже 10-литровая бочка, ну, нам нет смысла ее использовать. То есть, такие моменты тоже нужно учитывать. Я для себя выбирала этот объем. Ну, мне так хочется. Мне хочется побаловаться с этой самой дубовой бочкой, с одной стороны. Со второй вот это тот объем, который я могу нормально помыть, нормально обслужить в рамках квартиры. Но, конечно, объем маленький, соответственно, и обмен ароматическими веществами, и окисление здесь происходит гораздо быстрее, чем если бы у меня даже было 20-ка, 30-ка и 50-ка. Но, смотрите, если мы будем говорить про окислительные процессы, с одной стороны, да, объем влияет, с другой стороны у нас есть еще один параметр, это температура. Чем ниже температура, тем эти самые окислительные процессы проходят медленнее. И поэтому, если, например, я хочу более мягкое воздействие на свое вино, вот сейчас, зиму, я могу его залить, поставить на балкон, если мне очень повезет, с погодой будет там 3-4 градуса, небольшой плюсик, то как раз я получу, в общем-то, то, что я хочу. То есть, такие вещи использовать можно. Сколько держать в такой бочке? Первую заливку я держала 2 месяца, и это было абсолютно нормальное вино, не передубленное, не переокисленное, то есть, ну, мне понравилось, оно стало таким более взрослым, более интересным. Последующие заливки тоже порядка 2-2,5 месяцев. Был один раз, подержала дольше, ничего страшного не случилось, но поймите, все вина разные, и бочки тоже могут быть разные, может быть разная подготовка, может быть разная степень обжарки бочки. Поэтому, если вы хотите экспериментировать, у вас есть бочка, вот прошел месяц, возьмите и попробуйте немножко, нравится вам или нет. Если вы уже почувствовали какие-то такие слишком терпкие, слишком яркие нотки, значит, вино надо с бочки слить. Уже, ну, ему бочки слишком много. Дело в том, что я еще поговорю позже об этом, когда дуба слишком много, ну, убрать его будет сложнее, поэтому лучше не додержать, чем передержать. Вот этот момент просто учитывайте. После использования я достаю шпунт, достаю краник, хорошенько ее пропласкиваю, оставляю просыхать, только не на жаре, чтобы бочка не рассыхалась. И перед следующим используем, заливаю водичкой, даю день-два постоять, в принципе, она уже не течет, все нормально, хорошо воду держит. И потом еще заливаю раствором пиросульфита, потому что окуривать бочку в рамках городской квартиры, ну, просто нереально. Никто меня не поймет, поэтому раствором пиросульфита, даже пару дней его там держу, сливаю, можно ополаскивать, можно не ополаскивать, это уже по желанию. Я ополаскиваю, мне так хочется. И заливаю следующую партию. Вот таким образом я использую свою бочку. Конечно, вот эта вот штука на любителя. И смотрите, если вы решаете использовать вот такую бочку в домашних условиях. Первое, использовать можно и для белых, и для красных вин. Белым вином, которые мы говорим о белых винах не по цвету, а по технологии. Бывает, что им сложновато бродить, их даже специально ставят бродить в дубовых бочках, чтобы было небольшое проникновение кислорода и вино бродило легче. Можно дальше и выдерживать в бочках, вообще, и красные вина тоже можно использовать бочку практически на любой стадии, ну, кроме той стадии, когда у нас бродит на жмыхе, потому что, ну, там другие бочки тогда используются, да, не такого плана. Но, смотрите, опять же, вернемся к тому, о чем я говорила в начале. Дубовая бочка, то есть, ее еще надо и обслуживать. Если мы, например, будем заливать вино на стадии яблочно-молочного брожения, то есть, с одной стороны, хорошо, там удобно, классно, все процессы идут хорошо, но после яблочно-молочного брожения, что у нас выпадает? Винный камень. И где он у нас остался? В бочке. Вымыть его из бочки ну, можно, но достаточно сложно и не совсем удобно. Поэтому, если мы используем бочку такую вот небольшую, совсем-совсем дома, я бы рекомендовала, просто потому, что так удобнее. Нам потом сложно будет найти кого-то, кто бы нам эту бочку разобрал, почистил, убрал этот камень. То есть, мы сильно ограничиваем срок жизни бочки. Поэтому моя рекомендация, когда в винный камень выпадет, вино полностью осветлится, тогда залить в бочку. Ну, так с ней будет проще. Ну, и, конечно, первых пару раз она еще будет давать аромат, а потом уже ароматов особо она вашему вину не придаст, но будет давать вот этот эффект микрооксидации. Теперь переходим к дубовой щепе. Бывает щепа, бывает стружка, кубики, то есть, различные, различные там спиральки, фракции. Ну, как бы по использованию все просто, да, добавил определенное количество, получил ароматику, не надо ничего мудрить, не надо ничего там окуривать, чего-то выдерживать, доливать, проверять, да, все просто. И дает аромат. Щепа, как и бочки, бывает разной степени обжарки, и в зависимости от того, какая обжарка, будут и различаться ароматы, которые получат ваше вино. Так, при легкой обжарке это будут больше ароматы специи, более сладкие ароматы. При средней обжарке это ароматы ванили и сладости. И при сильной обжарке, когда уже эта щепа практически такая, несколько обуглившаяся, будут ароматы кофе, орехов, шоколада. Ну, конечно, вот эти дымно-копченые нотки, они тоже могут проявляться. Если вы решите щепу готовить самостоятельно, что важно, то есть видео есть про шлогоние, там все-все хорошо. Единственное, я скажу сейчас некоторые корректировки. Древесина должна высохнуть где-то год-два, причем в естественных условиях. И брать лучше фракцию, если у нас, допустим, это дубовая дрова, не возле коры, а ближе к сердцевинке. Ну, там брать древесину лучше. Теперь, что еще важно. В прошлом году, когда я показывала вот это видео про дубовую щепу, мне многие писали, ой, посмотрите, там вот какого-то француза, он так классно готовит щепу для самогонки, ну, либо крепких спиртных напитков, да, мы их называем так, упрощенным словом. Вот он там сахар добавляет и карамелизует вот эту самую щепу. Не надо этого делать. Крепкие спиртные напитки отдельно, вино отдельно. Много раз я вам повторяла то, что сахар на последних стадиях приготовления вина это плохо. Потому что именно сахар в небольших количествах делает вино нестабильным. И именно сахар будет являться пищей для тех микроорганизмов, которые в вине живут. Если нам повезет, все будет хорошо. Если нам не повезет, то вино может испортиться. Поэтому не надо добавлять сахар. При этом когда мы обжариваем щепу до определенной степени, там могут и свои немножко выделяться сахара. Поэтому лишнего добавлять не надо. Для крепких спиртных напитков да, это разумно, но не надо переносить это на вино. Дальше что еще очень важно это фракция. Смотрите, я здесь такой красивый домик сложила, но сейчас буду показывать. Вот, например, такой у меня кубик щапочка приблизительно где-то сантиметр на сантиметр на сантиметр. и в прошлом году я просто этого не знала. И вот такая вот щепочка более тоненькая. Смотрите, я сейчас весы брать не буду, у меня тут есть еще таких несколько тоненьких щепочек. Вот этих, например, три щепочки и вот эта одна по весу они будут одинаковые. И, кстати, рекомендации в интернете по дозировкам щепы по весу вообще неправильно. Вот вообще, вообще, вообще рассказываю на своем горьком опыте. Значит, смотрите, здесь и здесь площадь поверхности абсолютно разная. И отдавать ароматические вещества вот этой щепа и вот это будет абсолютно по-разному. более того, вот это может равняться всего лишь одной вот этой щепочке. И в зависимости от того, в каких условиях рос дуб, в зависимости от того, насколько плотна у него древесина, отдавать ароматические вещества он может либо долго и, ну, скажем так, равномерно, либо достаточно агрессивно, то есть он быстро отдал такие грубые вещества, а те как бы самые ароматные они не остались. Поэтому, поэтому лучше фракция крупная и чем крупнее, тем лучше. То есть вот такая вот тоненькая, ну, только на очень больших объемах. Это вот была моя ошибка, ну, ежеден не будешь умен. Тем более, что, ну, информации не везде есть в достаточном количестве, так как нам бы этого хотелось. Значит, поэтому щепло берем более крупной фракцией. И на какой стадии можно добавлять тоже щепло, как я уже говорила, и про бочку на любую стадию. Начиная от того момента, когда мы только поставили вино бродить, мы можем бросить туда щепочку дуба, потому что дрожжи, они тоже вступают во взаимодействии с компонентами дуба и тоже могут придавать определенные ароматы. будет разница одного и того же вина, в котором мы добавили на начальном этапе, и на каком-то там промежуточном либо конечном. У вас, конечно же, возникнет вопрос, так как на какой стадии мне добавлять? Вам никто на этот вопрос не ответит, кроме вас мих, когда вы попробуете, потому что вкусы у всех разные, сусло, виноматериал у всех разный, поэтому сказать, что надо делать только так, а не как иначе, нет, вы пробуйте, сейчас понятно, что у нас, у большинства из вас стоит вино либо на яблочном молочном брожении, либо на стадии выпадения винного камня, когда идет криостабилизация. В этом году хотите с дубом экспериментировать, добавьте на эту стадию. В следующем году вы будете ставить свои винно бродить, добавьте на начальную стадию. Можете даже, если объемы позволяют, если позволяет наличие посуды, наличие свободных янкостей, попробуйте, одно сделайте так, второе так, третье так. И только тогда, когда вы убедитесь на своем опыте, что вам больше нравится вот этот вариант, либо вот этот, либо вот этот, только тогда вы для себя и подберете наиболее оптимальный. Я в прошлом году в белое вино добавляла вот эти вот кубики более крупной фракции. На первоначальном этапе мне очень понравилось, я сравнивала вино со щепой и без щепы, со щепой оно было такое более взрослое, более благородное, как мне тогда казалось. Но честно вам скажу, что через некоторое время я рассказывала, это было белое вино из Антония Великого, сделано по красному способу, потом появился очень такой явный хлебный вкус жареного хлебушка, даже, наверное, не хлебушка, батонечка, тостовый такой. И я предполагаю, что это мог дать и дуб. Вот этот привкус, он со временем трансформировался, я об этом рассказывала, тоже ссылки вам оставлю, если кого-то заинтересует, что вы могли посмотреть. А в красное я уже добавляла вот эту щепу более мелкой фракции. Мне казалось, что это же очень-очень классно. Это вот к вопросу о дозировках. Причем я вам точно сейчас не скажу, сколько я держала, то есть лучше более крупная фракция и дольше держать, чем вот такие вот тоненькие. Я не помню, сколько я держала, может, недели через полторы я решила попробовать, при том, что стояла она у меня на балконе в прохладе, это была зима, а когда я попробовала, ну, у меня просто, можно сказать, глаза полезли на лоб, кто полоскал десна дубовой корой, тот знает, о чем я говорю. просто вот так вот, вот так свело. Кто не полоскал, это вот зеленая хурма недозревшая, вот когда она так вяжет, вяжет, ужасный вяжущий вкус, и я, конечно, подумала, что я вино свое испортила, потом, через некоторое время этот вкус смягчился, уже так не вязала, ну, чего у меня бокал здесь стоит, значит, нашла еще бутылочку вина с прошлого года, и я все не могла понять, у него какой-то запах такой, что-то среднее между гуашью и карандашом, вот когда мы карандаш точим, ну, есть определенный запах, и я долго не могла понять, что это, а потом до меня дошло, вот это то самое передубленное вино, когда его пробуешь, вот эти вот дубовые танины, все равно они выпирают, и выпирают, ну, так себя ощущаются такие вот смолистые тона, даже знаете, на что похоже? На кедр, наверное, похоже немножко вот такой, такого плана ароматика, может быть, какие-то немножко копченые нотки, вот что-то такое есть, ну, честно говоря, сразу, вообще, когда открыла бутылку, ну, вообще не очень, потом со временем, вот, но сейчас стоит открытым, наверное, почти неделю, и со временем этот вот неприятный аромат уходит, он не то, что неприятный, он просто очень резкий, он смягчается, и, конечно, если у вас вдруг получится такое вино, декантер, и максимально широкие бокалы, в таких бокалах вино смягчается, но лучше так не делать, и если вы хотите добавлять щепу в вино, первое, более крупная фракция, и я во многих случаях и во многих видео вам повторяю из видео в видео, не спешите и пробуйте на малых количествах, да, вы потратите на это больше времени, да, потому что надо, чтобы на дубе оно постояло, потом мы достали дуб, потом оно еще постояло, потом мы попробовали, оценили результат, да, а следующая партия, ей же опять надо пройти этот путь месяц, два, три, и кажется, долго, ну, я сделаю сразу, нет, поймите, что потом вот добавить можно всегда, оттуда достать, единственное, что в таком случае, если у нас есть еще, например, вино, мы можем одно сделать такое очень передубленное, и потом купажировать, разбавлять в тех пропорциях и пробовать, в которых нам нравится, но честно, вот в этом году я даже не знаю, буду ли я вообще добавлять дуб, если буду в очень, очень маленьких количествах, и так в прошлом году мне казалось, что, ну, вот я, я же уже все знаю, да, мне надо, мне попробовать, вот дуб моих все вина прямо вот сразу облагородит, нет, с дубом надо быть очень осторожным, и вот этот макияж в виде дуба идет далеко не всем винам, пробуйте, смотрите, повторюсь, что никто вам не скажет ни точной дозировки, ни нужен он или не нужен, и на какой стадии его добавлять, пока вы сами не пройдете этот путь, потому что условий очень-очень много разных, начинаем с малого, берем фракцию покрупнее, если же, ну, по какой-то причине у нас что-то меленькое, досталась вам какая-то совсем стружечка, значит, ее совсем-совсем чуть-чуть, и, ну, мелкая фракция, она будет оказывать более грубое воздействие на вино, поэтому, если вина у вас особенно какие-то такие нежно-ароматные, то подумайте, может, и совсем не стоит им вот это вот дуб добавлять. На сегодня это все, что я хотела вам рассказать, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения, задавайте вопросы, под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok